Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Я Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Отсутствует пандус возле дома и в сам подъезд неудобно добираться, поэтому по данному вопросу решила прийти сюда и напрямую задать. Владимир Ружицкий совместно с администрацией провели встречу с жителями в очном формате. Капуста, посмотрите, 92 рубля, может она импортная. Есть ли дефицит товаров первой необходимости и как обстоит ситуация с ценами, смотрите в сюжете. В день мы принимаем пациентов около 150, поэтому если учесть за год, сколько пациентов через ЦАО проходит. Центр амбулаторной онкологической помощи отметил один год работы. Мы предложим на базе подмосковного «Росмолспорта» создать всероссийскую либо межрегиональную организацию «Спортивное объединение молодежи». В округе прошла конференция регионального отделения «Росмолспорта». Об этом смотрите в финале выпуска. А теперь обо всем подробнее. В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители ведомств и управления отчитались в работе, проделанной за минувшую неделю. Подробности в нашем сюжете. С 21 по 27 марта в Люберцах и Дзержинском пожарные устранили два возгорания. Пострадавших нет. Сотрудники полиции зафиксировали 327 происшествий и 37 преступлений. Одно убийство, один факт тяжких телесных повреждений, 15 краш, 8 фактов изъятия наркотических средств, 220 дорожных транспортных происшествий, пострадало 3 человека, погибших нет. За прошедший период аварийных отключений вода, тепла и электроснабжения не производилось. Продолжается замена лифтового оборудования. В настоящее время в работе 6 кабин. Всего на 2022 год запланирована замена 37 лифтов в 12 многоквартирных домах. Также реализуется краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего на 2022 год запланировано 135 домов. Уже выполнен ремонт по 10 многоквартирным домам и 29 домов находятся в работе. Кто хочет увидеть, включен ли их дом в план, эту информацию можно увидеть в разделе ЖКХ на официальном сайте люберц.рф. На 30 марта запланирована встреча администрации с жителями округа. Она пройдет в новом выездном формате. Вместе с главой в данной встрече примут участие все заместители и каждый желающий человек с интересующим его вопросом по компетенции может попасть непосредственно к специалисту, курирующему данную деятельность. Встреча с жителями состоится в гимназии номер 20 с 18.00 до 19.30. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ежемесячная встреча с жителями прошла в городском округе Люберцы. Впервые мероприятие состоялось в формате выездной администрации. Жители муниципалитета смогли задать вопросы заместителям главы, представителям управляющих компаний, городских служб и правоохранительных органов. Подробности далее. Здание 20-й гимназии стало временной администрацией городского округа. На одной площадке собрались люди, которые курируют различные сферы жизнедеятельности Люберец. Елену Дунашову интересует блок «Социальная политика». Жительница дома 24 на улице Южная просит создать доступную среду для мужа-колясочника. Отсутствует пандус возле дома и в сам подъезд неудобно добираться, поэтому по данному вопросу решила прийти сюда и напрямую задать. Задать вопрос напрямую могли все желающие. В отличие от привычного формата встреча проходит тет-а-тет. Жители обращаются по конкретной тематике и обмениваются контактами с должностными лицами. Одни из самых оживленных участков большой переговорной комнаты – жилищно-коммунальный сектор, дорожные службы, строительство и социальное направление. Я думаю, что это более конкретный или контактный подход по тем или иным вопросам. Поэтому я думаю, что этот формат тоже имеет место на жизнь. В дальнейшем люберчане сами определят, устраивает ли их такая форма общения. Сотрудники администрации проведут мониторинги и узнают мнение жителей. А пока вопросы, озвученные на такой пилотной встрече, приняты в работу. В рамках губернаторской программы в округе продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. В Томилене его выполняют с опережением графика. Результаты проведенных работ в доме номер 30 по улице Гоголя увидел Владимир Ружицкий. Этот пятиэтажный дом построили почти 60 лет назад. Сейчас здесь побелели потолки и покрасили стены. Заменили тамбурные двери, почтовые ящики и светильники. На первом этаже уложили противоскользящую плитку. Давно здесь был бардак, почти очуменный. Серьёзно. Сейчас вообще хорошо. Дверь поставили. Дверь была плохая? Деревяная. Она вообще не была дверью. Всё. Ну, всё поставили дверь, всё заделали. Нет, все рады. Осталось докрасить плинтуса, завершить ремонт входных групп и разместить информационные стенды у входа в подъезды. И по данному адресу работы будут завершены. Жители уведомляли предварительно о проведённых работах. Значит, со всеми собственниками согласовывались цвета выполнения работ в подъездах. То есть, на следующий момент проблем или каких-то вопросов у жителей по качеству и проведённого ремонта не возникало. В губернаторскую программу в Томилене попали 29 подъездов. Работы в 14 из них уже выполнены. Именно берём те подъезды, где идут и жалобы жителей, и обращения общественников, и старших по домам. Поэтому ставим задачу, чтобы подъезды в целом были в таком нормальном, хорошем состоянии. Всего в округе в этом году планируют отремонтировать 149 подъездов. 70 из них находятся в работе. Всё завершат до 1 сентября. В торговом центре на улице 8 марта провели мониторинг цен и проверили наличие товара в первой необходимости. Сколько стоит нынче сахар и есть ли он в магазинах, узнали единороссы, сотрудники администрации и, конечно, наша съёмочная группа. Была такая суматоха. Первые два дня, наверное, начали скупать всё с магазина. Это начало марта или конец февраля? Нет, это начало марта. Начало марта, да? Да. Ну, как бы такого же ажиотажа сильного неба. А что вступали? Соль, сахар, гречку, крупы все. Закупаться впрок на время непредвиденных событий в мире – знакомая всем традиция. В 2020 году особым спросом пользовалась туалетная бумага и гречка. Сейчас же популярен сахарный песок. Сахар по старым ценам быстро раскупается. Из-за высокого спроса магазины не успевают организовывать поставку. А продукция премиум-класса не всем по карману. Но, по словам сотрудников администрации округа, сахарный песок есть в наличии на складах. Также выросла стоимость и других продуктов первой необходимости. Капуста, посмотрите, 92 рубля. Может, она импортная. 50 была самая дорогая. Растут каждый день на морковь, на свеклу. Повышение цен на овощи зависит от сезона. Обычно к весне подъедаются продукты российского производства, и магазины вынуждены закупать импортный товар. Мы понимаем, что сейчас есть давление санкционных мероприятий на нашу страну, поэтому есть инфляционное подорожание текущее. Но такого резкого скачка нет. В Люберцах производится мониторинг торговых сетей, в котором участвует около 160 магазинов из 10 федеральных торговых компаний. Согласно проверке, социально значимые товары в большей степени присутствуют на полках. Мы сами даём людям, которые занимаются предпринимательством в сфере продуктов питания, своим ажиотажем, что они начинают поднимать цены. Это неправильно. Не та ситуация, чтобы можно было на этом спекулировать. Любой житель округа, если заметит неоправданное повышение цен или отсутствие товара в первой необходимости, может обратиться в отдел потребительского рынка администрации и в местное отделение партии «Единая Россия». Также создан телеграм-бот, где каждый может оставить жалобу, подтвердив её фотографиями. Наценка на товары первой необходимости не должна превышать 15% от стоимости производителя. Продукты питания, лекарства, средства личной гигиены должны быть доступны жителям округа. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Российские предприниматели заходят в новые двери после того, как перед ними закрыли старые. Не стал исключением и Люберецкий округ. Бизнесмены и представители администрации в неформальной обстановке обсудили экономическую ситуацию и поделились новыми наработками. Ситуация непростая, но это не повод отчаиваться и опускать руки. Да, первое время будет трудно, но они справятся. Эти слова прозвучали практически от всех представителей малого и среднего бизнеса округа. Что касается химии, у нас это провальная тема. Сегодня провальная тема с красителями. Конечно, если кто-то завязан на красителе, да. Но, тем не менее, мы уже сегодня нашли поставщиков из Индии, поставщики из Китая. База у них, в принципе, одинаковая такая же, как с итальянцами, со Швейцарией. Ну, я думаю, что цены, конечно, выросли, все, наверное, понимают, ощутили, да, что это где-то процентов на 30-40 процентов. Как правильно искать нужные товары на китайском рынке тем, кто никогда не работал с этой страной, дал совет президент текстильного объединения «Монолит» Сергей Лукьянов. Предложений много, но не все товары, говорят предприниматели, можно заменить. Сырьё кофейное мы не можем, к сожалению, ничем. Прямые поставки, они практически невозможны, потому что, ну, глобализация, она затронула и Африку, и Латинскую Америку. Практически все большие плантации, они принадлежат лишь швейцарским компаниям, или английским, или американским. А спрос рождает предложение. Например, как раз в день этой встречи появилась официальная информация, что Перу готова предоставить России не только кофе, но и мандарины, ананасы, виноград, голубику и шоколад. На уровне решения вопросов, зависящих от исполнительной власти, всегда готовы прийти на помощь администрация. Потом надо понять, где мы можем, чем может быть полезно. Ну и вы между собой, как смотрят, чтобы главное не провалиться. Есть такая тема, как потребительский рынок, значит, рабочие места. Возможности этого потребительского рынка что-то там приобрести на нем, это зависит от физического человека, лица. Не в гармонии что-нибудь или нет, ему надо товар или не надо, может и надо, но купить не на что. Это тоже вопрос такой. Пока вопросов нет, ответов нет, но если будем как-то двигаться и каким-то образом искать какие-то решения, они обязательно придут. Также уже в апреле на портале государственных услуг заработает единое цифровое окно для взаимодействия бизнеса со всеми надзорными органами. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Своё 70-летие отметила гендиректор фабрики «Пихорский текстиль». Поздравить Елизавету Терёшкину приехали глава округа Владимир Ружицкий, депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и многочисленные друзья и коллеги. Подробнее в нашем сюжете. На «Пихорке» особый день. Все сотрудники собрались в цеху, чтобы поздравить генерального директора с юбилеем. Елизавета Терёшкина 28 лет руководит ткацкой фабрикой. Её предприятие делает большой вклад в развитие округа. Именно благодаря тому, вашему профессионализму, вашему подходу, вашему интеллекту, вот это удалось всё собрать. И сегодня, Елизавета Петровна, вам есть чем гордиться. Владимир Ружицкий передал поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и вручил знак отличия за заслуги перед городским округом Люберцы. Вот такая медаль. У вас есть мундир, вы его приколите. Или сюда можно? Давайте. Елизавета Терёшкина открыла свою фабрику в непростое время. Но, несмотря на тяготы 90-х, ей удалось наладить крупнейшее производство. В начале 2000-х я был владельцем текстильной фабрики. Быстро сдался на самом деле, потому что понял, насколько это сложный бизнес. Я желаю вам, вашему замечательному коллективу, предприятию, чтобы на рынках Индии и Китая вас сильно боялись и без боя отдали ту часть рынка, которую вы захотите у них взять. Пихорский текстиль участвует в благотворительных акциях и социальных проектах, среди которых производство одежды для детей, родившихся раньше срока. Я свяжу тебе жизнь. Регулярно, бесплатно отправляются пряжи в другие города России. Знаете, мне кажется, что очень ценно у вас. Есть такое качество и слово, которое сегодня редко употребляется. Это порядочность. На вас равняемся. И я очень рада, что у нас есть проекты, которые мы делаем вместе. Пихорская пряжа пользуется широким спросом не только в России, но и за рубежом. В чем же секрет успеха? Работать, жить, радоваться этому, любить людей. Я думаю, что быть честным. Я вот думаю, в этом секрет. Перестройка решила буквально все. Либо пан, либо пропал. Хочешь жить – работай. Сейчас на фабрике трудятся более 200 сотрудников. Они изготавливают около 100 видов пряжи. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Блокадное детство, любимая семья и преемственность поколений. Галина Цветкова отмечает юбилей. Председателю Люберецкой общественной организации, жителей блокадного Ленинграда – 85. Поздравления поступают из Люберец, Санкт-Петербурга, Москвы, Парижа и даже с острова Бали. В гостях у юбиляра побывали и мы. Мамулечка, я поздравляю тебя с днем рождения. Тебе главное – здоровья, здоровья, здоровья. Потому что ты нам так нужна. Мы без тебя пропадем. И внучка, и правнучка, и я, и наш индонезийц. Спасибо. Из северной столицы Галину Михайловну приехала поздравить дочь Ирина. Заслуженная артистка России сама готовится к торжеству. В середине апреля отметят 40-летие службы в Санкт-Петербургском государственном театре комедии имени Акимова. Репетиции идут полным ходом. Но приехать на день рождения самого близкого человека – её долг. Для неё мама идеальна во всём. Она всегда оденется, причешется. Весной и летом обязательно подкрашены ей глазки. И муж покойный Игорь Александрович её даже ревновал. Она выходит с собакой в брючном костюмчике. Куда ты собралась? Она в свои 85 лет, она женщина. Это здорово. Галина Цветкова – ребёнок блокадного Ленинграда. Её отец работал на заводе «Большевик», который в годы войны снабжал армию орудиями, минами и снарядами. Осенью 41-го года добровольцем ушёл на фронт. Его единственное письмо с поля боя Галина Михайловна бережно хранит. И пишут, что мы на Невском пятачке, Синявинские болота, идут жестокие бои, береги детей. Если могу, смогу, вышлю деньги вам. И всё. И уже в ноябре пришла, что ваш муж пропал без вести. Четырёхлетняя Галя с младшей сестрёнкой остались мамой. Она устроилась санитаркой в госпиталь. Уставшая и изнурённой голодом, каждое утро перед работой отводила дочек в детский сад. Но один зимний день мог навсегда их разлучить. Она с насанках. И вот везёт, ей кричат. Женщина детей потеряла. Она и не чувствует, что детей-то нет. Ну, через Исаакиевскую площадь вернулась, подобрала и снова. Ну, а потом уже детский сад разбомбили. Поздней осенью, пока лёд не сковал ладугу, семью успели эвакуировать. Их пароход уцелел. А впереди идущие попали под вражеский обстрел и были затоплены. Почему-то у меня осталось в памяти, вот как мы проплывали. И мы в иллюминаторы смотрели огромные рыбины. Наверное, это рыба глушёная. Ну, как вот от бомбёжек. Ещё мы смотрели, что рыбы столько плавают. О том, что хочется есть, маленькая Галя не думала. Она мечтала только об одном – чтобы пароход благополучно добрался до другого берега. Уже железной дорогой эвакуированных детей и женщин привезли под Новосибирск. Новогодний утренник Галина Михайловна до сих пор помнит. В детском садике нам давали такие салфеточки красненькие. И там мандаринка, конфетки, печенюшка. Ну, в общем, маленькие подарки всем давали. Война закончилась, и семья вернулась в Ленинград. Галина окончила школу и поступила в институт. Первое время была телефонисткой. И почти всю жизнь проработала проектировщицей. Но не работа в жизни главная, считает она. Все-таки семья – это первая родина, и первое – надо, конечно, и дети. Галина Михайловна с большой нежностью рассказывает о внучке и правнучке, которые живут в Индонезии. Алло! Ой, Машуня, приветик! Бабуле, поздравляю! Ну, спасибо. А где твоя красавица-то наша, Оливия? Ой, как мы спим-то! Я очень люблю бабуечку. Ну, так Маша, я тебя люблю, Машуня. Давай, жду, не дождусь, когда ты приедешь. Семейные ценности здесь в особом почете. А преемственность поколений обеспечивает связь между прошлым, настоящим и будущим. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Россия продолжает принимать беженцев из республик Донбасса. Переселенцы из зоны боевых действий находят пристанище и в городском округе Люберцы. Наш следующий сюжет об истории Ольги Зубцовой, которой пришлось покинуть свой дом вместе с семилетней дочкой и будущим ребенком, который должен появиться на свет в середине июня. Здравствуйте, я пришла встать к вам на учет. Ну, понятно, давайте, пожалуйста. Украинский паспорт и календарь беременности – все, что есть в руках будущей мамы. Из Донецкой области Ольга Зубцова приехала неделю назад с семилетней дочерью. Не теряя времени, девушка обратилась за помощью к медикам. Переживает за состояние еще одного ребенка, которого носит под сердцем. Шестой месяц. Уезжать, конечно, тяжело было, потому что там и родственники, и жилье свое, все свое. И ехать в никуда, конечно, было очень тяжело. Но еще тяжелее жить под обстрелами, а переезд в никуда оказался не так страшен. Люберецкие врачи с радостью взяли Ольгу под свое крыло. Теперь состояние здоровья и мамы, и будущего ребенка в надежных руках. Ребеночек лежит головкой вниз, в принципе, так, как ему уже и положено расположиться к родам. УЗИ показало, что у Ольги будет еще одна дочка. В дальнейшем пациентке Московского областного центра охраны материнства и детства предстоит тщательное обследование у узких специалистов. Кроме того, к работе готовы подключиться психологи и юристы. В течение беременности, в благополучном, я бы сказала, течение беременности роль психолога немаловажна. А в случае Ольги она вдвойне необходима, потому что человек, который пережил достаточно серьезные события в своей жизни, это всегда откладывает какой-то отпечаток, откладывает отпечаток на психоэмоциональном фоне. К счастью, события, которые произошли в жизни девушки, никак не отразились на состоянии малышки. Теперь во второй женской консультации у жительницы Донецка есть электронная карта. И что самое главное, люди готовы и помочь в любую минуту. Чувствую, конечно, себя под защитой и настроение получше уже. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Тысячи спасенных жизней и благодарных пациентов. Центру облаторной онкологической помощи исполнился один год. Новое учреждение прочно вошло в структуру Либеретской областной больницы. О востребованности и первых достижениях центра наш следующий сюжет. Мы создали здесь с нуля новое отделение эндоскопии. Мы имеем возможность обследовать пациентов на самых современных ультразвуковых аппаратах. Таким образом, качество и доступность медицинской помощи для пациентов онкологического профиля существенно повысилось. И это стало возможным благодаря сплоченной команды профессионалов. У сотрудников Центра амбулаторной онкологической помощи сегодня первый совместный день рождения. Ровно год назад эти люди впервые переступили порог нового места работы. Сегодня подводят первые итоги. В день мы принимаем пациентов около 150. Поэтому, если учесть за год, сколько пациентов через ЦАОП проходит, то это очень большое количество. Но на учете у нас состоит 7 тысяч пациентов. Мы их наблюдаем, проводим диспансеризацию, наблюдаем в динамическом порядке. Ольга Коплиева – одна из этих 7 тысяч пациентов. В Центре амбулаторной онкологической помощи наблюдается с сентября прошлого года. За плечами жительницы Люберец, операция и курсы химиотерапии. Сейчас, в период ремиссии, она под постоянным наблюдением своего лечащего врача. Таргетную терапию продолжаем в том же режиме. То есть по две таблеточки два раза в день переносится нормально. Замечательный врач. Такая внимательная, общительная, обходительная. Когда бы ни обратился, она всегда тебе поможет. И прям довольна, что я попала сюда. И благодарна ей. Нельзя раскисать. Нужно держать себя в руках. Прислушиваться к врачам, рекомендациям, что они рекомендуют. И все будет хорошо. А еще важно вовремя обратиться за помощью при любом подозрении на онкологию. В этом Центре недуг выявляют на самом раннем этапе. За месяц диспансерное наблюдение проходит около 1200 человек. А для пациентов, которым нужна противоопухолевая терапия, работает дневной стационар на 20 коек. У Эйза и Геозаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Общественная палата округа изучает вопрос строительства школы в Краскове. Образовательное учреждение должно было появиться несколько лет назад. Что пошло не так и кто помешал застройщику приступить к исполнению своих обязательств, разбиралась рабочая группа общественной палаты. По инвестиционному контракту школу на 700 мест должны возвести в микрорайоне Новокросково. Большая часть территории, предназначенная под строительство, попадает на обводненный карьер. Еще пять лет назад застройщик приступил к его засыпке. Но среди местных жителей были недовольны. Просто завалили нас жалобами, нас, администрацию, включая жалобы в проверяющие органы. Были выходы и Министерства экологии и природопользования, и прокуратуры, и Госадмитехнадзора, которые нас на тот момент остановили по засыпке. Региональное министерство экологии тогда выдало заключение, что на данном участке строительство и вовсе недопустимо. Но у Сергея Орлова на этот счет другие доводы. Документ от 17 января 2017 года. Застройщик ООО «ЖСИ-проект» о нарушении заключения госэкспертизы проекта о культивации обводненного карьера не разработал и не согласовал. Получается, по вашим словам, экология противоречит сама себе. Потому что есть экстренное заключение, где написано, что по кладбищу в шанитарной зоне все нормально, можно строить школу. На следующее заседание 11 апреля застройщика попросили принести гарантийные письма, в которых прописаны обязательства по пополнению работ. Если карьер действительно рекультивировать запрещено, администрация округа готова пойти навстречу. Был подобран земельный участок, альтернативный, площадь 2,7 ГА. И, соответственно, администрации было принято решение о строительстве школы большей емкости. Вот на сегодня вопрос вообще строительства школы мощностью 1100, он очень становится актуальным. Население пребывает, соответственно, детское население в том числе. В Краскове всего три школы. Мест на всех не хватает. Почти 750 детей вынуждены учиться во вторую смену. Образовательное учреждение в посёлке необходимо. И оно будет построено. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 25 марта отмечается День работника культуры. В музейно-выставочном комплексе деятелям искусств округа вручили благодарственные письма и грамоты. Подробнее в нашем сюжете. Под гимн работника культуры состоялось открытие торжественного мероприятия в честь профессионального праздника. Около ста деятелей культуры и искусств Люберецкого округа собрались в стенах музейно-выставочного комплекса. Поздравить их пришли депутаты Московской областной думы Игорь Каханый и Дмитрий Дениско. Человек, который связан с культурой, у него в жизни всегда всё получается немножко лучше, чем у тех, кто не связан. Потому что человек культурный, это человек творческий, а творчество нужно везде. Творчество надо применять и в учёбе, и в работе. Среди культуры, конечно, гораздо ближе к народу, потому что это и есть сам народ. И культура у нас народная. И то, что вы несёте в светлые души, закладываете и детям, и взрослым, это то, без чего прекрасная жизнь просто не осуществится. В 2021 году в ежегодном рейтинге среди культурно-досуговых организаций Московской области учреждению округа заняли третье место. В 17 организациях работает около 800 специалистов. Среди них профессора, кандидаты искусствоведения, доценты, члены Союза писателей, Союза композиторов, Союза художников России и заслуженные работники культуры и образования России. Вы знаете, насколько наш труд тяжёл. Он очень тяжёл. Легче разгрузить, мне кажется, иногда вагоны, чем сделать потрясающее мероприятие, чтобы угодить и понравиться каждому нашему читателю, зрителю. В прошлом году учреждениями культуры проведено более 13,5 тысяч мероприятий. Дети и педагоги показывают высочайшие результаты на всероссийских областных и международных конкурсах. Учащиеся детских школ искусств округа ежегодно становятся призёрами премии губернатора Московской области. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В картинной галереи открылась передвижная выставка «Планета Русь». В экспозиции представлены работы современных художников. Тему продолжат мои коллеги. Бабушка-кодрика очень любила! Бабушка-кодрика очень любила! Выставка «Планета Русь» организована Международной академией культуры и искусств, Союзом художников Подмосковья и арт-проектом «Реверберация». Основная задача экспозиции – донести до зрителя красоту и величие России. В 2018 году, даже, наверное, в начале 2019 года, к проекту «Планета Русь» присоединилась творческое содружество «Реверберация», именно фотографическая часть. Если вы обратите внимание, в холлах висят работы фотографов. Выставка стартовала в Изборске и уже прошла в 10 государственных музеях городов России. В Люберцах представлено более 300 экспонатов – картины, фотографии и скульптура. С Люберцами мы сотрудничаем уже несколько лет. Здесь проходит уже наша четвертая выставка. Это были выставки Московского союза художников «Малые города России». Это была выставка «Русская зима». Ну и вот сейчас мы очень рады показать здесь «Планету Русь». Открытие выставки сопровождалось демонстрацией авторских костюмов члена Союза художников Подмосковья Анны Чероковой. Около 50 современных художников приняло участие в экспозиции. Посетить выставку в музейно-выставочном комплексе можно до 30 апреля. Галерея работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкий кукольный театр «Антошка» учит дружить. Здесь ребята не только познают актерское мастерство, а прежде всего учатся слышать и слушать друг друга. В преддверии Всемирного дня театра, который прошел 27 марта, мои коллеги побывали в гостях у образцового коллектива. Начнем занятие, как всегда. С чего? С артикуляционной гимнастики, сценической речи и упражнениями на внимание. Галина Кириллова старается сохранить многолетние традиции кукольного театра. Еще до недавнего времени юные артисты по старинке работали за ширмой и играли верховыми куклами. Теперь на смену им пришли другие куклы – планшетные. На виду у зрителей кукловод ведет их впереди себя, управляя руками и ногами. Немножко театр кукол изменился. И когда во время спектакля ты можешь увидеть, где-то на заднем плане мелькнет одна-две куклы, а может и не мелькнет. И такое бывало. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы вообще он растворился. И хочется, чтобы все-таки немножечко вспомнили, что это театр кукол прежде всего. Никита Федоров занимается в театральной студии шестой год. Парень овладел азами актерского мастерства и встретил надежных друзей. Здесь ты можешь всегда положиться на дружеское плечо. Здесь всегда тебя готовы выслушать, поддержать. Здесь, знаете, такой бункер, в котором можно скрыться от всех своих проблем. Я избавился от собственных комплексов. То есть у меня были некоторые загоны. И здесь мне помогли раскрепоститься. Свою энергетику, голос и чувства актера направляет в куклу через руку. И она на глазах оживает. Я вас слушаю. Ваше Величество, я знаю, что сыну вашему большое бедствие грозит. Это репетиция спектакля по мотивам сказки Андерсона «Русалочка». Рузанна Ганесян органично вживается в каждую роль. Сегодня она королева. Она очень характерная. Мы с ней даже где-то перекликаемся. Кто-то даже говорит, что мы с ней внешне похожи. И вообще есть такой слух, что у кукловодов, у каждого кукловода, кукла похожа на того, кто играет. Одну куклу могут водить 2-3 человека одновременно. Поддержка друг друга здесь на первом месте. Особенно это важно во время спектакля. Всякое бывало. Что-то срывалось, что-то ломалось. И ребята, в общем, делали всё, чтобы зритель ничего не увидел. И человек, у которого что-то срывается, он понимает, что он не один. Основатель театра не ставит перед собой цель вырастить из ребят профессиональных актёров-кукольников. Главная её задача – выстроить между ними хорошие взаимоотношения. Кем бы они ни стали, где бы они ни работали, чтобы им было комфортно с людьми и людям было комфортно с ними. Вырастить хороших людей, которые готовы всегда прийти на помощь. В театральной студии занимаются почти 40 человек. За последние годы юные актёры завоевали 4 премии президента Российской Федерации и 20 премий губернатора Московской области. Осенью театр «Кукол» отметит 40-летний юбилей новым спектаклем. С днём театра! Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы прошёл открытый турнир по художественной гимнастике «Крылья мечты». В Московской государственной академии физической культуры встретились юные спортсменки из Москвы и различных округов Подмосковья. За выступлениями участниц соревнований наблюдали мои коллеги. Красота, изящество, грация. Художественную гимнастику называют «принцессой спорта». Два раза в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье ноября. Московская областная физкультурно-спортивная организация «Крылья» проводит открытый турнир среди юных гимнасток. На этот раз соревнования собрали на одной площадке более 200 спортсменок в возрасте от 6 до 14 лет. Традиционные виды художественной гимнастики – это мяч, обруч, это лента, это обязательно скакалка. Во всех этих упражнениях девочки должны проявить мастерство и трудолюбие, чтобы подняться на виде стал. География участниц широкая. Кроме Москвы представлено 10 округов Московской области, в том числе и Люберцы. Восьмилетняя Анна Кравченко из Краскова. На протяжении пяти лет девочка занимается художественной гимнастикой. В этом году вошла в состав сборной городского округа Люберцы. За плечами у юной спортсменки чемпионат Московской области и дважды всероссийские соревнования. Я тренировалась, я сейчас разминаюсь, чтобы у меня все было хорошо, отрабатываю. Потом можно уже выходить на ковер и выступать. Хочу стать олимпийской чемпионкой, хочу, чтобы меня показывали по телевизору. Я привела дочку, потому что сама мечтала в детстве заниматься художественной гимнастикой, но, к сожалению, из провинциального города. И у нас секции художественной гимнастики так развита не было. И когда нам исполнилось три годика, мы решили попробовать. Появились первые результаты, ребенок уже увлекся, и сейчас это смысл жизни нашей. Уже без этого никак. Организаторы турнира предусмотрели памятные медали и подарки для призеров каждой возрастной группы и направления. Но самое главное, что крылья мечты – это еще одна возможность для маленьких спортсменок – показать свои способности и результаты усердной работы. Уиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялась конференция регионального отделения Росмолспорта Московской области. Представители общественной организации рассказали о проделанной работе, а также утвердили план мероприятий на этот год. На встречи побывали и мои коллеги. Главной темой повестки конференции стало избрание нового руководителя. На протяжении шести лет подмосковный Росмолспорт возглавляет люберчанин Сергей Агаджанян. В этом году срок полномочий председателя общественной организации истекает. Переизбираться на новый спортсмен не захотел. Цель и задачи, я подчеркну, спортивно-патриотической организации – это вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, спортивно-здоровый образ жизни и популяризация всех видов спорта. Хотел бы подчеркнуть всех, поскольку часто меня знают по экстрему. И в том числе поэтому я не хочу переизбираться, чтобы не было путаницы. Человек, который должен возглавлять такую мультиспортивную организацию, должен быть беспристрастным. У него не должно быть оттенка какого-то ярко выраженного вида спорта. И такой человек есть. Действующего секретаря Росмонспорта Московской области Павла Шарапова выбрали новым председателем. А Сергей Агаджанян остался в качестве члена правления. Впереди реализация важного проекта – расширение спортивно-патриотической организации до нового уровня. Мы предложим на базе подмосковного Росмонспорта создать всероссийскую либо межрегиональную организацию «Спортивное объединение молодежи». Это все будет зависеть от того, сколько регионов захотят присоединиться. На текущий момент есть пять регионов, что дает уже возможность стать организацией межрегиональной, вести проекты интересные. Росмонспорт – одна из самых крупных спортивно-патриотических организаций центральной части России. В одной только Московской области она насчитывает более 5000 сторонников. Подавляющее большинство из них – жители городского округа Люберцы по праву признанного территорией спорта. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова